Это актёр Дэнни Дайер. Он играет ужасным убийцу в британском фильме о жестокости футбольных фанатов. Он тоже помешан на футболе, но не так сильно, как настоящие футбольные хулиганы. Своей убедительной игрой Дэнни заслужил их уважения и сумел проникнуть в их тёмный и опасный мир. Сейчас он отправляется в путешествие по миру, чтобы лично увидеть самых неистовых футбольных фанатов. Он побывает в гуще событий и покажет нам настоящие футбольные страсти, где будут и беспорядки, и слезоточивый газ, и даже стрельба. Это будет поистине адское путешествие. Футбольные хулиганы Я нахожусь в стране, которая лежит сразу на двух континентах. Она соединяет Восток и Запад. Старая и новая. Она знаменитая своими базарами, кальяном и кебабом. Её футбольная репутация всё растёт. И футбольная жестокость тоже. Это страна Турции. Дэнни приехал, чтобы увидеть самый взрывоопасный матч в Европе. Феннер Бабче против Галатасарая. Он увидит, что фанатизм турецких болельщиков может быть не только захватывающим, но и ужасающим. Эти двое ребят могут разгромить всё, что угодно. Иногда, знаете, в ход идут даже ножей. Он познакомится с двумя самыми большими фан-клубами двух самых крупных команд. И в Турции он откроет, что неистовые болельщики есть не только у больших клубов. Турция — это ворота в Среднюю Азию. Пролив Босфор разделяет её на две части. Одна находится в Европе, а другая — в Азии. Свою поездку я начинаю здесь, в Стамбуле. Он тоже разделён Босфором. Сейчас мы в кипящем котле мирового футбола. Здесь болеет фанатично. И когда страсти переливаются через край, последствия могут быть ужасными. Добро пожаловать в ад. Да немного наслышано о необычайной жестокости турецких футбольных фанатов. И вот он в Стамбуле, чтобы лучше узнать эту страну и понять, почему у неё такая репутация. 80% населения Турции находятся за чертой бедности, а бедные люди жестоки. Жестоко здесь смешаны широко распространённой культурой ножей. Здесь действительно существует культура ножей, потому что они доступны. Молодёжь повсюду носит их с собой. Почитайте газету за любой день. Везде драки из-за девушки, политики или футбола в любом городе Турции. Везде в ход идут ножи. Это совершенно новый опыт для Дэни. Он на Среднем Востоке, здесь рукой подать до Ирака и Ирана. Турция подвешена культурным влияниям Востока и Запада. Ислам играет в её жизни огромную роль, но футбол здесь тоже настоящая религия. Рядом с этой прекрасной игрой кипят поистине первобытные страсти. Фенербахчи и Галатасарай – два крупнейших футбольных клуба в Турции. Оба они находятся в Стамбуле, поэтому футбол тоже делит этот город на две части. Команды разделяет Босфор. Галатасарай находится на европейской стороне, а Фенербахчи – на азиатской стороне города. Галатасарай базируется в районе окружающей площади Токсим. Его игроки – выходцы из элитных университетов, так что у них аристократические корни. Фенербахчи, с другой стороны, считает себя народным клубом. В Первую мировую войну их прадеды делали оружие для тех, кто воевал против Британии. Некогда Галатасарай был одним из богатейших клубов благодаря европейскому успеху, но скудные вложения довели его почти до вакродства. Сегодня новые вливания Фенербахчи сделали его богаче, чем Галатасарай. Сейчас я на стадионе Фенербахчи и хочу встретиться с Полом Окинон. Он снимает фильмы о Фенербахче. В этой команде был его отец. Кроме того, его отец играл против Бобби Мура. А это кое-что. Сейчас он будет чем-то вроде моего гида, расскажет, чего ожидать от завтрашнего матча. Пойдемте его послушаем. Пол провел с болельщиками Фенербахчи целый год, пока снимал фильмы о победе этой команды на чемпионате Турции в 2005 году. Поэтому он хорошо их знает. Пол, спасибо, что согласился поговорить, я это ценю, всегда рад. Прежде всего, расскажи о футбольной культуре в Турции. Футбол в Турции больше, чем культура, это жизнь. Вы знаете, что жизнь в Турции непростая. Люди много работают, но мало зарабатывают. И, конечно, они недовольны жизнью. Но когда они идут на стадион, то там они хозяева. И они действительно могут повлиять на результат. А как вы думаете, что мне ожидать от матчей? Наверное, это будет для меня большим событием, я очень волнуюсь. Я знаю, что такие матчи бывают нечасто. Вы никогда не знаете, что произойдет, потому что очень многое зависит от исхода матча. И если Феннер Бахче начнет проигрывать, то эксцессов не миновать. В прошлом году, когда Галат и Сарай был в гостях у Феннер Бахче, они пришли с ножами, один парень даже принес пистолет. Фанаты его поймали и сбили до полусмерти. Сами себя фанаты называют группой поддержки. У них нет организованных драк, как у английских фанатов. Дэнни пойдет на матч с ребятами из группы, называемой KFY. Что-то эта группа называется Kill for You, что значит, что убьем за вас. Их буйство в любой момент может обернуться жестокостью. Вскоре Дэнни ждет очень много впечатлений. Дэнни в Стамбуле, в Турции. Он хочет узнать о футбольной жестокости и собирается на один из самых волнующих матчей мирового футбола в Феннер Бахче против Галатасарая. Но сначала он решил немного познакомиться с повседневной жизнью этой страны. Я люблю все новое. Вот как они здесь, в Турции, пьют чай. Ни капли молока. Кажется, Дэнни уже похож на местного. Он здесь уже как рыба в воде. Осторожней, волосы. Вот так развлекаются старые хулиганы. Сколько? 15? Два за 25. Даю за 30. Тут надо торговаться. Просто ужасно. Что-то в Турции холодновато. Я взял не ту одежду. Перед тем, как пойти на матч Феннер Бахче-Галатасарая, Дэнни посетит оба фан-клуба. Сначала сборище фанатов Феннер Бахче под названием «Убьем за тебя». Они всегда на взводе и всегда готовы к схватке с полицией. Он идет навстречу с ними, в надежде побольше узнать о том, как в Турции происходят разборки между фанатами. Двое ребят согласились встретиться с ним в секретном месте. Эти парни состоят в высокоорганизованной и закрытой группе. Я готов. Пусть вас не смущают аккуратные стрижки и костюмы, в этой команде иногда разгораются жестокие страсти. Это первый раз, когда они дают публичное интервью, и начали они с рассказа о своих врагах, о Галатасараях. Конечно, мы ненавидим Галатасарая, но я буду говорить о себе. Моя любовь к Феннер Бахче намного больше, намного сильнее, чем ненависть Галатасараев. Ну, конечно, мы его ненавидим. Это одно из самых больших противостояний в мире, и они наши самые большие соперники. Это соперничество настолько сильное, что даже их друзья, которые болеют за Галатасарая, в день матча становятся врагами. Десять лет назад у меня были друзья из университета, мы были хорошими друзьями, они болели за Галатасарай. Они были прекрасно видны, потому что стадион был поделен на две части. Я их хорошо видел, мы стреляли в них из ракеты, и одну из них я направил прямо к своих друзей. Я мог поджечь их, выбить кому-нибудь глаз, но я тогда об этом не думал. Знаете, мозги в это время не работают. Такие жестокие столкновения случаются между друзьями, но в последнее время некоторые схватки этих противников больше похожи на войну. Всю ночь до утра вы можете биться с фанатами Галатасарая или с полицией, это длится бесконечно. Бывает много ран, могут быть даже убиты. Самые большие баталии были с Галатасараем, но бывали битвы с полицией. В этом году на нашей территории были две большие драки. Полиция применила газ. Слезоточивый газ. Если вы пойдете на игру, то столкнетесь с полицией. 90% что вы получите порцию слезоточивого газа. Мы уже к этому привыкли. Для нас это уже как спрей для свежего дыхания. Они уже так привыкли к жестокости, что кажется, ничего не боятся. Но как быть с травмами? Конечно, я получил несколько травм, камнем по голове, это в Турции. Обычная история. В 2001 году на матче с Трабенспором. Это была игра нашего чемпионата, люди кидали в нас камни. И один из них летел низко, такой большой осколок, и попал мне в голову. Мне даже наложили швы. Врач скорой помощи извинился, что ему нечем зашить, так как у них кончились нитки, и мне пришлось досматривать матч с распоротой головой. Мы досмотрели игру, мы стали чемпионами. Я вот так поехал в Стамбул, мне зашили голову, и потом я вернулся обратно праздновать победу. Волкен был ранен, когда попытался противостоять бывшему игроку Ливерпуля Грэму Сунесу, ставшему менеджером Галатасарая. В 96-м году этот Сунес пришел к нам на стадион и воткнул в землю флаг. Сунес был обижен на фанатов Феннербахче, и когда Галатасарай в них выиграл, он воткнул их флаг на середине поля, что привело фанатов Феннербахче в ярость. Я попробовал убрать флаг, но в это время меня неожиданно укусила полицейская собака. Точно. Она меня укусила, и я закричал, я очень разозлился, и тут полиция прибежала 10 полицейских одновременно. Сунес недооценил чувства фанатов. И к тому же подверг риску свою жизнь. Он поступил очень глупо. Не зная, о чем он думал, и ему действительно пришлось бояться за свою жизнь, поверьте мне. Мы любим Сунеса, и хотели бы его увидеть, особенно на стадионе Феннербахче. Я тоже хочу снова его увидеть, потому что он совершил большую ошибку. Тот же год Сунес покинул Галатасарай, но фанаты Феннербахче хотели отомстить за тот случай с флагом. Через два года это сделал один ненормальный из Феннербахче, Феннербахче его зовут Рэмбо. Его прозвище Рэмбо. Он чокнутый, абсолютно ненормальный. Рэмбо! 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 Он спрятался за рекламными щитами с флагом Феннербахче и большим ножом. И во время удара с центра поля он выскочил с ножом, подбежал к центру, и я забыл сказать, это была открытая игра, 25 тысяч фанатов, и он припугнул игроков Галатасарай своим ножом, воткнул флаг, и никому не позволял к нему подходить, угрожая ножом. Рэмбо показал, какой всепоглощающей может быть турецкая страсть к футболу. Я обращаюсь ко всем, кто против Феннербахче. Советую мастеригаться и держаться от меня подальше, иначе они получат свою порцию свинца. Молодец! Феннербахче король! Это одни из самых страстных фанатов в мировом футболе, они вооружены ножами. Культура ножей — это турецкая культура. Это может быть не только футбол. Двое парней могут столкнуться из-за чего угодно, иногда они пускают в ход ножей. Фанаты Феннербахче открыли Дэни глаза на жуткую смесь ножей и мщения. Большинство команд и фанатов ждет враждебный прием, когда они приезжают в Турцию. В 93-м году, когда Манчестер Юнайтед играл с Галатасараем, 170 английских фанатов были арестованы и депортированы еще до начала игры. На поле начался беспорядок после того, как Эрик Кантона ударил турецкого игрока. Вот какой прием ожидал Челси, когда они приехали сюда в 99-м. Но самое ужасное событие произошло в апреле 2000 года, когда фанаты английского клуба Лидс Юнайтед здесь, в Стамбуле, сколеснулись с Галатасараем. Это произошло на площади Токсим. В самом сердце территории Галатасарая и Дэни направляется сейчас именно туда. Он стоит там, где были убиты два английских фаната, за день до того, как их команда играла с Галатасараем в полуфинале Кубка Уэфа. Кристофер Лофтус и Кевин Спейд нашли свою смерть здесь, около Макдональдса. Эти два человека были просто фанатами, а не хулиганами. Просто им не повезло. Они оказались не в том месте и не в то время. В этот день здесь была драка. Местные жители жаловали, что пьяные фанаты Лидса буянили и приставали к прохожим. Но самое ужасное произошло здесь. Вышедших из этого кабака английских фанатов встретили железными перекладинами, топорами и ножами. Кристофер и Кевин стали жертвами этого инцидента. Они скончались от полученных ран. Турецкую полицию обвиняли в том, что она не применила силу и позволила ситуации выйти из-под контроля. Ее обвиняли также в том, что она не объединилась с представителями британской полиции, которые тоже были здесь. Фанатов Галатасара и их команду чуть было не исключили из европейского футбола. Но им все же разрешили продолжать участвовать в соревновании и встретиться в финале с Арсеналом в Копенгагене. Там тоже произошли беспорядки, и четверо фанатов получили ножевые ранения. Теперь Дэнни предстоит встретиться с фанатами Галатасарая лицом к лицу. Он пересекает пролив Босфор, чтобы попасть в европейскую часть города и на территорию Галатасарая. «Благослови тебя Бог, Феннербахче, мою жизнь я посвящаю тебе!» В них ходит дурная слава, они превращают свой стадион в ад для других команд. Дэнни опасается, он не знает, как они на него прореагируют. У отношений Галатасарая с Англией своя история, и он не уверен, что они смотрели фильмы о футболе с его участием. Я уже около входа на стадион, они меня окружили, и мне немного не по себе, я уже нервничаю. Я встречаюсь с Алпасланом, это один из главных парней Галатасарая. Мне сказали, надо подождать, он должен ко мне подойти, это для меня тоже непривычно. Здравствуй, брат, очень приятно, спасибо. Мощный человек, я вам скажу. Фанаты подтягиваются, становится оживленным. Чим-бам-бам, чемпион, благослови тебя Бог. Все нормально? Дэнни спрашивает Алпаслана, будут ли, по его мнению, беспорядки во время матча. Мне кажется, мы сильнее, даже если люди будут против нас, наша целая армия. Две с половиной тысячи ярых фанатов. Галатасарайцы купили около двух тысяч билетов. Но много людей прибыло издалека, чтобы увидеть этот решающий матч. Сюда приехали болельщики из самых разных городов. Фанатов из Англии вы только что видели. Бренд Ультраслан имеет большой успех. Они продали курток больше, чем клуб продал футболок. Сейчас все изменилось. Мы не думали, что Ультраслан станет брендом, но это случилось благодаря щедрости главных фанатов Галатасарая. Футбольного клуба 220 миллионов евро долга. В 2003 году фанаты Галатасарая подарили ему 4,5 миллиона евро и создали торговую марку Ультраслан. Тем самым хулиганы спасли клуб от банкротства. Продавая продукцию Ультраслана, мы заработали для клуба миллионы долларов. Интервью подходит к концу, и Даня хочет спросить, у Алпаслана, что же привело к тому инциденту с фанатами лица? Когда эти парни сюда приехали, они вели себя грубо. Они оскорбили наш флаг. Они нас разозлили, и, к сожалению, произошла эта трагедия. Никто не хотел такого исхода. Мы были очень расстроены. Но это случилось, и теперь уже ничего нельзя сделать. Мы фанаты, мы вместе! Поднимите руки. Чим-бом-бом, чемпион! Алпасланы и его команда должны уходить. Дэнни хотел поговорить с ребятами, которые приехали из Англии, но ситуация стала опасной. Мы любим Галатасарай, мы все для них сделаем. Пошел ты! Большинство фанатов Галатасарая приветливы, но некоторые из них вовсе не рады присутствию Дэнни. Он глубоко на их территории без защиты, алпасланы и его ребят. Надо уходить. Кажется, пора убираться отсюда. Сейчас мы на европейской стороне Турции и должны перебраться на другую сторону к Фенербасче. Это ведь наша цель. А тут уже становится жарко, в нас уже бросаются, и вообще пора сматываться. Вскоре после ухода Дэнни фанаты Галатасарая напали на дежурившего здесь полицейского, ударили его ножом в ногу. И его преступление. На нем была футболка Фенербахче. Вот почему может быть опасным оказаться не в той стороне города и вскоре Дэнни отправиться на сторону Фенербахче. Посмотрим, что его там ждет. Дэнни приехал в Турцию, чтобы узнать о самом яром фанатизме и страстном увлечении футболом. Этой жестокости, которая его окружает. В Стамбуле он побывал в фан-клубах двух самых крупных турецких команд Фенербахче и Галатасарая. И сегодня он увидит, как эти две команды сойдутся в одном из тех матчей, которые славут в Европе самыми напряженными и жестокими. Люди неблагополучны в социальном плане, склонны к насилию, находят в себе пристанище также и в футбольных клубах. Как следствие, мы имеем такого рода маленькие группы, которые есть среди фанатов всех футбольников. Время от времени эти люди становятся источниками серьезных проблем. Жестокие и ярые фанаты есть не только у крупных команд. Город Порт из мира известен как курорт, но там также есть две команды низшей лиги, которые разделяют город на два непримиримых лагеря. Они расположены на противоположных сторонах залива. Корсияка на одной и Гостепи на другой. Фан-клуб Гостепи называется Яли, и сейчас они готовятся ехать на игру против Альяга Белладиаспор. Первый раз с нами полиция, они действительно боятся, это опасно, они за нас беспокоятся. Чтобы добраться до места, команде Гостепи надо пройти через территорию Корсияки. Сукины дети, ваши папы пьют вино, ваших мам имеют дети Корсияки. Все дороги вокруг перекрыты, автобус Гостепи охраняют бронированные полицейские машины. Этот молодой фан-клуб представляет большую угрозу, поэтому четыре автобуса с фанатами сопровождают четыре автобуса полицейских. Когда они приедут на игру, вы поймете почему. Наша группа поддерживает команду в Измире, не только в Измире, и делает это великолепно, с флагами и барабанами. Гостепи проигрывает 3-1. Атмосфера накалилась, когда один из противоположных игроков стал насмехаться над фанатами Гостепи после очередного гола. Гюнур'нал сица. Гюнур. Полиция всегда готова применить слезоточивый газ. Игра проиграна, и фанаты дают волю эмоции. Фанаты молодцы, игроки негодные. К ним вышел поговорить президент клуба. Они говорят, не играй, не играй, боятся друг друга. Судьи должны с этим разобраться. Сейчас это наша забота, а вы выступите в свое время. Бог нам поможет. После заверения президента, что отношение игроков изменится, фанаты успокаиваются. Этот фан-клуб действительно имеет влияние. Когда они говорят, клуб слушает. У главного противника гостепи Корсияки есть свой фан-клуб под названием Шаша. И как и в любом локальном соперничестве, здесь кипит ненависть. Мы непримиримы и никогда не сможем полюбить друг друга. Отныне и навсегда. Мы уверены, что это соперничество будет продолжаться. Последний раз во время матча гостепи Корсияки здесь был настоящий бой. Это как кровавое воскресенье. Один человек погиб, и 50 были ранены. Это настоящее неистовство. Считается, что оно самое яростное в мире. Сегодняшний матч это доказал. Все выпивают, достают свои ножи, и если вы видите желто-красное, вы на них нападаете. Лидеров фан-клуба в Корсияке почитают как богов. Они защищают нас от копов, защищают нас от вражеской команды. Мы уважаем их больше, чем своих мать и отца. Я не буду слушать маму и папу, но я буду слушать моих руководителей. Хоть вы и не чемпион, и не обладатели кубка, вы всегда лучшие. На самом деле клубу нужен стимул. Кто самый крутой? Есть несколько парней, которые за эту команду готовы убить. У Корсияке самый лучший фан-клуб. И я говорю это не потому, что сам поддерживал эту команду. Корсияка действительно первая. Тестные взаимоотношения фанатов и игроков распространяются и на поле. Один из лидеров убедил команду поддержать своих фанатов. Когда вы видите такую преданность и силу страсти, которые есть у этих людей, то понимаете, как трудно их остановить. Они придают нам силы, это как главнокомандующие на войне. Мы доказали, что никто не может быть больше нас, потому что мы Корсияка. Мы самые сильные. Для нас сначала Аллах, потом Корсияк. Пришло время для большой игры. Дэнни готовится смотреть матч Фенербахче-Галатасарай. Игра еще не началась, но атмосфера уже накаляется. Встреча проходит на стадионе Фенербахче. Фанаты Галатасарай спешат на матч на такси, а их уже поджидает полиция и фанаты Фенербахче. Хозяева стадиона уже разогреваются и вот-вот достигнут стадиона. Пять, четыре, три, два, один, ноль. Давай, давай, давай. Эмма, сейчас начнется игра, я вам скажу, атмосфера просто наэлектризована серьезно. Стание Фенербахче на строение скорее как на вечеринке. Я не хочу болеть за кого-то одного, но, по-моему, фанаты Галатасарай более агрессивные. Хорошо, что матч происходит на территории Фенербахче. Галатасарай вот-вот достанет ножи. Фенербахче. 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 Пока здесь еще царит атмосфера вечеринки, но по мере прибытия фанатов Галатасарай напряжение возрастает. Галатасарай, мы тебя сделаем. Сукен сын, поговори еще. Это серьезная встреча между двумя этими командами, но, как я уже говорил, всегда есть люди, готовые дать волю своей жестокости внутри и за пределами стадиона. Для них этот матч не спортивное сливнование, а война. Бывают даже случаи, когда они бросают на поле опасные горящие предметы. Полиция сдерживает фанатов Фенербахче, готовых ринуться на своих врагов. Чимбом, ты наша душа, наша кровь желто-красная, мы тебя любим. Сейчас я отсюда ухожу, пойду встречусь с ребятами в их баре, они за мной присмотрят и проведут меня на место. Мне тут нужна поддержка, потому что здесь небезопасно, и всех матчей, на которых я бывал, это самый напряженный, должен вам сказать. Так что я пойду присоединюсь к ним, только выпью немного пива, а то я продрог. Отлично. Парни из фан-клуба Фенербахче «Убьем за тебя» ждут Дэнни в баре. Тут за углом недалеко от стадиона, они приготовили ему сюрприз. Что у вас там? Как здорово, спасибо. Им оказали теплый турецкий прием. Большое спасибо. Который, конечно, включает и выпивку. Спасибо, брат. Фенербахче, отличные хозяева. Звезда в небе, сердце в груди, мы тебя победим, Галатасарай. Все нормально? Она одна из главных. После небольшого отдыха мы с Дэнни вернулись к игре. Охрана здесь на высоком уровне. Надо показывать все содержимое карманов. Мне пришлось вынуть даже ключи. Потому что потом они все бросают во время этих игр. У нас могут быть проблемы со съемками, микрофон надо вынуть, возможно, ничего не получится. Посмотрим, что можно сделать. Надеюсь, я все же смогу показать вам матч Фенербахче-Галатасарай. Поверьте мне, будет жарко. По мере приближения к стадиону, он все сильнее чувствует, как наколена толпа. Вот это да! Я даже не на облаках. Это чудо, такая мощь. Господи, у меня волосы на голове шевелятся. Учредь на вход огромная, но люди расступаются перед ребятами, с которыми идет Дэнни. Наконец он на месте. Хотя добраться до него было не так просто. Все, что вы когда-нибудь слышали о Турции, правда. Это невероятно. Сейчас начнется. Фанаты Игалатасарай в соседнем здании секторе. Они отгоражены сеткой, чтобы защититься от предметов, которые будут не бросать болельщики Фенербахче. Но это не защитит их от града насмешек, ливающихся от убьем за тебя. По-видимому, это ошибка. Это безопасная территория. Места здесь для сезонных билетов. Волкан один из лидеров, поэтому он организует разворачивание флага в той секции, где находится Дэнни. Это старая традиция в Турции, когда все должны встать, включая Дэнни. Можете подумать, что я в палатке, и я тоже уже немного не в себе. Я так взволнован, это невероятно. Атмосфера уже просто электрическая, игра все еще не началась. Становится все жарче. Мяч вот-вот будет введен в игру. А фанаты Галатасарая неутомимы. Игра началась, и стадион ходит по дуном. Настроение меняется от бешенства до полного сумасшествия, когда Феннер Бакчи открывает счет. Давай, давай! Я не хочу ругаться, но эмоции просто переполняют. А впереди еще 80 минут матча. Мы в Турции, на самом взрывоопасном матче. Феннер Бакчи выигрывает у Галатасарая 1-0, и Дэнни находится в эпицентре этого гуйства. Каждый раз, когда мяч находится у Галатасарая, фанаты Феннер Бакчи свистят, чтобы их деморализовать. Галатасарая, фанаты Феннер Бакчи в ответ рвут в сиденье. Феннер Бакчи атакует. Парень напротив Дэнни устроил серфинг на головах у толпы. Если будет еще один гол, я не выдержу. Это просто кошмар. Гол вызвал бурю неистовства у фанатов Галатасарая, и на половине матча в дело вмешалась полиция. Это просто кань от света, я вам скажу. Галатасарай проигрывает 2-0. У них окончательно снесло крышу. Начинается второй тайм. Болельщики Феннер Бакчи не могут добраться до фанатов Галатасарая, которые крушат их стадион. Поэтому те, которые за воротами начинают бросать вещи в галатасарайского вратаря. Они бросают во вратаря не монеты или ключи, а горящие предметы. Ну, я думаю, это им не поможет. Они немного перегрелись, в этом нет нужды, счет ведь 2-0. Но здесь, как в каком-то другом мире. Во втором тайме Галатасарай забивает, счет становится 2-1. Впереди Феннер Бакчи. Да, они смогли это сделать. Полиция тесняет фанатов Феннер Бакчи от Галатасарайского сектора. Им удается держать оба лагеря на расстоянии друг от друга. «Убьем за тебя» поет галатасарайцам последние песни. Еще 10 минут, и Дэнни покинет стадион. Я сейчас просто сам не свой. Каждая новая игра все более сумасшедшая, и здесь нет ни слова лжи. Никогда в жизни я такого не видел, что вы так свистели, когда мяч получает другая сторона. Каждый раз такой громкий свист, и не только мужчины, свистят дети, женщины, очень сильно. Как будто на поле все время есть 12-й игрок. Это страна. Путешествие Дэнни подошло к концу, и он увидел самые разные стороны футбольной культуры Турции. Его гостеприимство приняли в фан-клубах, и он увидел бурную и неистовую страсть совершенно уникальная. Дэнни понял, что это и есть та страсть, которая двигает вперед турецкий футбол. Станье болельщику царит беззаветная преданность. И фанаты готовы сделать все для своих лидеров. Это не полиция, не армия, но нас ничто не остановит, в этом разница. По правде говоря, мы радикальный фан-клуб. Больше, чем нация, больше, чем религия, это кровь наших жилок. И, я думаю, это самое главное в нашей жизни. В нашей жизни. В нашей жизни.